Сегодня мы изучаем клинч, работа в захвате, в стойке, скрутке, имитацию удара локтями и коленями на ближней дистанции. Клинч. Клинч это захваты. Захваты за голову, за корпус. В клинче мы используем три основных захвата. Это либо внутренний, либо обоюдный, либо верхний, либо нижний. В клинче мы используем захваты. Первый захват. Это внутренний захват, верхний захват. Когда мы берем оппонента за голову, локти упираются в грудь оппоненту, руки находятся на затылке и закрываем так называемый замок рука на руку. За счет этого получается хороший, крепкий захват, который позволяет в дальнейшем скручивать и имитировать удары коленями и лотками. Также есть нижний захват, где мы используем захват за корпус. Также желательно двумя руками. И сзади закрываем замок рука на руку, что позволяет нам более плотно держать оппонента. Еще один захват. Это обоюдный захват. Где у нас одна рука внутри, а другая снаружи. Рука на руку. Руки чуть выше шеи на затылке. Очень важное для равновесия в клинче это положение ног. Положение ног должно быть фронтально. Носки смотрят чуть в стороны. Ноги в коленях немного согнуты. Клинч это работа на ближней дистанции. Поэтому стараемся находиться чуть ближе к оппоненту на ногах. Не наклоняя корпус, не наклоняя голову, а именно на ногах. Начнем отрабатывать имитацию клинча. Польба за верхний захват. Задача с обоюдного захвата. Одна рука внутри, другая снаружи. Ноги фронтально. Перебирать руками. Заводить руку снизу вверх. Фиксировать рука на руку на затылке. И поочередно менять руки. Смена позиций в клинче. Мы перебираем руками. Стараемся взять внутренний захват. Внутренний захват это когда ваши руки внутри захвата. И эта позиция, она более выигрышная. Позволяет вам взять хороший захват за голову, за шею. И опять же отсюда наносить удары коленами. И за счет головы скручиваем. То есть голова, шея это как крича, за который мы в дальнейшем можем скручивать соперник и уводить из равновесия. Скручивать либо вправо, либо влево. При этом желательно опять же используя небольшие зашаги. Но это уже чуть дальше. Следующая отработка это имитация клинча за нижний захват. С обоюдного захвата, когда одна рука внизу, другая сверху. Ноги, фронтальные носки в сторону, в коленях чуть-чуть с улыбкой. Мы начинаем перебирать, заводить руки сверху вниз. И эта работа у нас происходит обоюдно. Мы перебираем, заводим руки сверху вниз и пытаемся закрыть внутренний захват. Это когда обе руки находятся внутри. Вот наш хороший выигрышный захват, руки внутри. Отсюда в дальнейшем можно наносить удары к коленям. И опять же скручивать. Либо в одну сторону, либо в другую, используя зашаги. Следующее, что мы отрабатываем, отрабатываем вход в клинч. Простое упражнение. То есть со стойки. Оппонент начинает движение вперед и пытается взять вас двумя ручками и схватить за голову. Ваша задача сделать так же движение, шаг вперед. И сразу сойти во внутренний захват, взять оппонента за голову. После чего встать в более удобное фронтальное положение и сымитировать, например, несколько ударов к коленям. Упражнение можно отрабатывать обоюдно, меняясь ролями. Делаем шаг вперед. Оппонент взял захват и сымитировал несколько ударов к коленям. При отработке упражнения необходимо отрабатывать захват и одному, и второму. Даже если у вас пророчная позиция, и вы проиграли свой захват, вы все равно пытаетесь закрыть замок в положении рук, рука на руку, что позволит вам устоять на ногах, держать равновесие, когда оппонент будет пытаться нагружать голову и скручивать. То есть вы все равно можете держать позицию. Следующее, что мы поотрабатываем, мы поотрабатываем скручивание в захвате. И начнем так же это отрабатывать со входом в клинч. Со стойки. Оппонент, делая шаг вперед, пытается взять захват. Мы делаем шаг вперед, берем свой внутренний. Отсюда используем голову как рычаг. Делаем шаг в сторону, разворачиваясь на ноги. Скручиваем оппонента, имитируем удар колен. Все то же самое делаем в другую сторону. Шаг в сторону, разворачиваясь на ноги. И имитируем удар колен. Опражнения можно так же чередовать. Раз один отрабатывает упражнение, раз другой. Также со стойки оппонент будет отрабатывать. Брать захват. Шаг в сторону, скручиваясь. И удар коленом. Обязательно добавляем удар коленом. То же самое, в другую сторону шаг скручиваем. И удар коленом. При скрутке наша задача вывести оппонента из разновесия. И сразу навести удар коленом. Пока он не может себя защищать. Скручиваем. И удар коленом. Отработка ударов коленами в клинче. Вспомогательное упражнение. В клинче удары колене работают чаще всего по более короткой траектории. Не тянут таз вперед, а уже поднимают колено, закручивают его в корпус. Упражнение можно отрабатывать с положения рук на плечи. Руки на плечи. И поочередно имитируют удары коленей. При этом поднимая колено, чуть-чуть его закручиваем. Как обычно закручиваем кулаки. Раз один, например, сымитировал удар. Раз другой. Раз один сымитировал удар. Раз другой. Плюс идет дополнительная набивка корпуса. И отработка ударов коленами. На короткой ближней дистанции. И правой ножкой. И левой. Вспомогательное упражнение для скручивания. Отрабатываю упражнение с партнером. Оппонент выносит руки в сторону. Наша задача использовать руки как рычаги. Кладем руки на предплечье. Отсюда. Отрабатываем скручивание. Шагая правой ногой в сторону. Левая рука делает движение на себя вниз. При этом мы разворачиваемся. И имитируем удар колен. То есть, опять же, выводим соперника из равновесия. Первое движение. Шаг в сторону. Разворачиваясь на ноге. Уходим с тени атаки. Оппонента скручиваем движение рукой вниз на себя. И имитируем удар колен. Упражнение можно отрабатывать поочередно. Шаг в сторону. Скручиваем. Удар колен. Шаг в сторону. Скручиваем. Удар колен. Отсюда можем отрабатывать сразу следующее упражнение. Мы будем использовать равновесие и баланс. Задача. Нагружая руку оппонента. Дай мне ее вниз. Оппонент пытается выровнять ситуацию. Выровнять. Ручку тянет вверх. Мы отпускаем. Телаем шаг. И скручиваем в другую сторону. При этом используем движение в противоходе. Выводим соперника равновесие. То же самое. Одну руку нагружаем. Отпускаем оппонент начинает непроизвольно тянуть ее вверх. А мы делаем шаг в сторону. Скручиваем оппонента. И опять же имитируем удар колен. Поменяем все ролями. Оппонент отработает то же самое упражнение. Одну нагружает. Делает шаг скручиваем. Удар коленом. Одну руку нагружает. Шаг скручиваем. И удар коленом. Продолжаем отрабатывать клинч. Что мы сделаем? Мы отрабатываем упражнение скрутку с обоюдного захвата. Обою для захвата. Одна рука внутри. Другая рука снаружи. Левая рука внутри. Значит нам с этого положения правой ногой делать зашагивание в сторону. Той ногой, которую зашагиваем, на ней делаем разворот. И оппонента тянем вниз на себя. На скручиваем. При этом сами разворачиваемся. Уходим с меня атаки. И сразу добавляем удар колен. Отсюда мы перебираем обоюдно. Раз. Два. Меняем позицию. И уже в другую сторону делаем скручивание. Правая рука внутри. Значит левой ногой делать шаг в сторону. Скручивать оппонента. И опять же добавлять удар колен. То же самое делает оппонент. Делает шаг скручивания. И имитирует удар колен. Перебираем. Меняем позицию. И делаем все то же самое с другой стороны. Скручиваем и удар колен.